50 тысяч рублей работа в одном из ведущих и престижных адвокатских бюро Самары. Главный приз областного конкурса «Юрист будущего». За путевку в успешную жизнь в полуфинале боролись 8 студентов из экономического университета, гуманитарной академии и научно-исследовательского университета. Конкурс традиционный, пятый сезон его организует Самарское адвокатское сообщество. Практикующие юристы в нашем лице могут посмотреть, могут пообщаться с молодым поколением, с поколением, тех, кто уже работает, тех, кто только собирается приходить в профессию и при этом обменяться мнением, в общем-то, по тем наболевшим вопросам, которые имеют место быть, потому что те вопросы, которые каждый год воздают конкурсантам, они актуальны для того года, когда идет сам конкурс. В полуфинале конкурса претендентов на победу поделили на 4 группы по 2 человека. По жребию каждый отстаивал позицию «за» или «против» по следующим актуальным темам в Самарском обществе. Все общая воинская повинность, платная медицина, кредиты выдают только банки и брак по расчету лучше брака по любви. Анастасия Антошкина и досталась дело врачей. Медицина в Российской Федерации бесплатно сама напоминает умирающего больного, и его надо лечить. А вот как лечить, это я уже расскажу. И на мой взгляд, начать нужно с тех, кто неофициально работает, скрывает свои доходы, не платит налоги. Вот надо перестать лечить их бесплатно, и мы уже сделаем шаг к цивилизованному правовому государству. Финалистами конкурса «Юрист будущего» стали двое студентов. Кто получит первый гонорар за работу юриста и место стажера в одной из лучших адвокатских контор Самары, жюри определит в конце мая. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События.